Мы подъехали к армянской церкви. Мы подъехали к старейшему храму Армавира. Это церковь Веропохум Сурб Аствацацни, то есть Успение Пресвятой Богородицы, или просто Успенская Армянская Церковь. Старейший храм Армавира, который расположен в историческом ядре нашего города. Именно отсюда начиналась история Армавира, первоначально армянского ула, где жили черкесы, черкесские армяне. Давайте пройдем на территорию храма. Предлагаю подойти ближе к хачкарам к лавочкам. Алло. Вечная память героям Великой Отечественной войны. Этот хачкар установлен в память невинным жертвам геноцида армянского народа 1915 года в Османской Турции. И этот хачкар установлен в память героям национально-освободительного движения. Для того, чтобы познакомиться с историей Армянской Успенской Церкви, нам нужно обратиться к вопросу об основании Армавира. Начальник Кубанской пограничной линии генерал Григорий Христофорович ЗАС, встречая во время своих военных экспедиций в горах, в черкесских аулах, черкесских армян, слышал их просьбы о переселении из гор под защиту России. Дело в том, что с конца XVIII века, когда господствующей религией горцев становится ислам, положение армян-христиан, черкесских армян-христиан, в горах ухудшается. И не желая отказываться от своей древней христианской веры, армяне обращаются с просьбой о защите к христианской России, желая переселиться из гор на равнину. И главным организатором этого процесса стал генерал ЗАС. Именно он выбрал место для основания Армавира, левый берег Кубанина против крепости Прочный окоп. Он издал приказ о переселении сюда. Давайте отойдем, может, чуть дальше. Вот это, кстати, еще одна причина, которая делает экскурсионную работу в Армавире сложной. Народ у нас еще пока не привык к таким... У вас есть сейчас. Да, действительно, сплошь и рядом. Я проводил экскурсии и для французов, и для итальянца, и для англичанина, для американцев, для немцев. И почти ни разу не было так, чтобы из местных жителей во время экскурсии кто-то не подошел, не стал буквально тебя тянуть за рукав. А кто это? А что он тут делает? И так далее. А что вы снимаете? Нет, но мы... Люди приезжают сюда. Обычно это потомки тех или иных выходцев из Армавира. И они приезжают на родину своих предков. Например, приезжали потомки знаменитого купеческого класса Тараса, клана Тарасовых. Из Америки, из Франции, из Германии. В разных странах сейчас оказались Тарасовы. И я проводил экскурсии по старинным адресам Тарасовых. В 2014 году? Приезжал Джон Молрой из Англии, потомок Оведовых. Я, опять же, по местам, связанным с историей Оведовых. Так вот, по приказу генерала Засса на левый берег Кубани, напротив крепости Прочнокоп, 21 апреля 1839 года были приведены первые жители группы черкесских армян под защитой казаков Кубанского полка, а также солдат Тенгинского пехотного полка. Здесь были поселены первые жители, черкесские армяне, 21 апреля 1839 года, точный день рождения Армавира. Надо сказать, что еще до основания Армавира генерал Засс позаботился о постройке здесь первой церкви. В своем приказе о переселении сюда черкесских армян, который исполнил майор Лев Антонович Венеровский, еще один отец основателя Армавира, Засс особенно предписал позаботиться о том, чтобы в центре аула была оставлена площадь свободная для построения церкви. После образования аула генерал обратился к императору Николаю Первому, и царь выделяет своим распоряжением 2000 рублей на постройку первой еще деревянной церкви в армянском ауле. То есть из царской казны? Это из казны, из казны, из кавказских сумм. То есть, я имею в виду, Российская император выделяет? Строительство первой церкви вот здесь, на месте современной каменной Успенского храма, начинается уже весною 1840 года. Храм строился на каменном фундаменте из дерева. Купола были покрыты позолоченным железом. Однако в 1842 году уже практически готовая церковь сгорела. Гадали разное. Но подозрение жителей аула пало на троих гостивших в ту ночь в Армавире горцев, которые под утро исчезли и посчитали таким образом армавирцы, что немирные горцы отомстили армянам за переход на сторону к русским. Вскоре начинается сбор средств на новую церковь. Император выделяет на строительство новой уже каменной церкви 10 тысяч рублей серебром. В 1844 году был составлен план Исмета. Новый храм строился по проекту архитектора Анатолия Фарафонтьева из Санкт-Петербурга. И первоначально был похож внешне на русские православные церкви. Шатровая колокольня луковичной формы купола. Эта церковь строилась по проекту 1844 года. Строилась она долго. Из-за нехватки сумм, из-за сложности подвоза строительных материалов, кирпич на подводах доставляли аж из Ставрополя. И в конце концов, только в августе 1861 года строительство было завершено. И 21 августа 1861 года приехавший из Астрахани архиепископ Матевос совершает освящение церкви, получившей название Веропохум Сурб Аствацатни. То есть Успение Святой Богородицы. Любопытно, что местные жители эту церковь называли не просто Жам, то есть церковь, а Калэ Жам, то есть крепостная церковь. И связано это было с тем, что опасаясь набегов немирных горцев, жители аула окружили свой главный духовный очаг мощной крепостной каменной стеной с узкими бойницами, оконцами для того, чтобы можно было отстреливаться, и полукруглыми выступами, бастионами. Вот эта своеобразная цитадель должна была защитить самое святое и дорогое для армавирцев место, их церковь. Так, ну если мы смотрим, вот так, получается, примерно, вот затем, грубо. Вы знаете, давайте вам проще сброшу план, официальный план в отделе бытыни, где-то с 40-го года, где показана территория церкви, там же в масштабе все, нам буквально до метра можно высчитать. Отлично, давайте попробуем оголить, на самом деле кусочек, хотя бы. Это вот о чем я говорил, когда... И даже можно кусок построить на нем. Да, и сделайте памятник основанию армянского аула будущего армавира, понимаете? Это то, о чем я говорил, когда в сквере возле... Давайте подойдем к надгробию. Когда в так называемом нашем армянском сферике возле первой гимназии занимались благоустройством, помните, обнаружили кусочек, буквально алтарной части, но почему было его не оставить? Это же остатки подлинного храма. У стен церкви сохранились три надгробия. Два из них старинных, одно появилось в 2007 году. Это саркофаг, то есть каменный ящик. По-гречески саркофаг буквально переводится несколько пугающе, как проглатыватель мяса. То есть это некая емкость, которая заключает в себе тело. То есть каменный ящик для праха похороненного человека. Это саркофаг, в котором покоится первый священник Армавира, Карапет Арцевян, которого армавирцы обычно назвали вортопед. Вортопед это священник-учитель, да. Сам Карапет Арцевян происходил из крымских армян. Вместе с крымскими армянами в 1779 году он переселяется на Дону, в Нахичевань-на-Дону. Впоследствии получил духовное образование и, став иеромонахом, то есть монахом-священником, он с 1815 года переселяется в горы Черкесии и вел жизнь странника 17 лет. Он странствовал из аула в аул, всего лишь с Библией, крестом, котомкой за плечами, в поисках своих единоверцев. Встречая живших среди адыгов Черкеса Гаев, он как священник, чем мог, помогал им. Крестил, венчал, исповедовал и призывал переселяться под защиту России. По словам исследователя Шаган-Симона, как орел он собирал под свое крыло свою паству, чтобы сопроводить их под крыло Большого Русского Орла. И Карапет Арцевян вместе с генералом Засом выводил группы Черкеса Гаев под защиту России и с полным правом может считаться одним из отцов-основателей Армавира. Сам он переселился сюда в 1840 году. Служил тут, пока строился храм, во временном молитвенном доме. Прожил очень большую жизнь, 102 года. Скончался в 1866 году. И был похоронен сначала под небольшим камнем у крепостной стены. В 1910 году купцы Тарасовы соорудили вот этот вот надгробный памятник, саркофаг, куда и перенесли останки Карапета Арцевяна. Рядом под черным надгробием из гранита полированного покоится первый священник из числа самих черкесских армян. То есть это уже первый священник из коренных армавирцев. Это Вартан Каспаров. Дом его, кстати, на церковной площади стоит до сих пор. И на нем, кстати, родовая, несколько видоизмененная черкесская тамгорода Каспаровых. То есть родовое тавро на фасаде дома стоит. А на надгробе можно прочесть строки о том, что здесь покоится первый священник черкесс-агай, Вартан Каспаров, который свыше 40 лет отдал службе в церкви. Годы его жизни 1833-1899 год. На верхней плоскости надгробия цитаты из Евангелия заповедю возлюбить ближних, как самого себя. В 2007 году, в мае, скончался прослуживший настоятелем в Успенской церкви отец Гивонт Агаджанян. Сам он происходил из персидских, из иранских армян. Был направлен служить в Армавир. И надо сказать, что благодаря отцу Гивонду храм в итоге не был разрушен. И хотя были планы закрыть его, оборудовать тот планетарий, или разрушить его благодаря позиции священника Гивонда Агаджаняна, который обращался и к католикосу, храм в итоге был возрожден. В истории Армянско-Успенской церкви есть очень интересный сюжет, который подчеркивает традиции добрососедства, которые всегда существовали в Армавире, и межэтнической взаимопомощи. Когда в 1939 году в Армавире были разрушены в мае 1939 года Армянская церковь святого Георгия Победоносца и Русская церковь Николая Чудотворца, то у русских уже не осталось других православных церквей. А у армян еще оставалась действующая Успенская армянская церковь. И верующие прихожане Успенской церкви предоставили для богослужения русским жителям половину своего храма. И с 1939 года в Армянской Успенской церкви, по сути дела, находилось два храма. Николаевский под колокольней и в помещении трапезной, и в главном молитвенном зале Успенская армянская церковь. То есть молились в двух половинах храма русские и армяне. Давайте зайдем на территорию, точнее, внутрь самой церкви. Я здесь рассказывать не буду уже в храме. Я ставлю речки. А в квартирном университете, а в храме, да, 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 да. У нас здесь тоже будет кроватно. Это ваш дар? Продолжение следует. 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 Продолжение следует.